Это история Леонида Млитшин, для тех, кому небезразлично наше прошлое. Такие же февральские дни, три десятилетия назад, Михаил Сергеевич Горбачев согласился на объединение Германии. Это десятилетиями казалось невозможно. И по сей день очень многие упрекают Михаила Сергеевича за то, что он дал это согласие. Одни говорят, вообще не надо было соглашаться, пусть лучше существуют две Германии, а другие говорят, слишком мало попросил. Продешевили. В тот момент с Германией можно было получить значительно больше, чем получили. Как все развивалось на самом деле? И можно ли было помешать Германии объединиться? И можно ли было потребовать от Бонна, где тогда находилось правительство Федеративной Республики Германии, большую плату за то, чего они получили? Еще накануне казалось, что объединение Германии невозможно. И так думали не только в Москве, но и в самой Федеративной Республике. Ну, у нас просто были ученые-германисты, которые выпускали труды о том, что уже существует два государства и сложились два народа. Поэтому никакого объединения, конечно же, быть не может. Но и в Федеративной Республике говорили о том, что объединение Германии – вещь совершенно нереалистичная, и думать об этом не надо. И вдруг, буквально в одну минуту все сломалось. Это началось в тот день, когда рухнула Берлинская стена, и когда огромное количество жителей из восточного Берлина отправились в Берлин Западный. И вслед за этим в течение нескольких месяцев Германская Демократическая Республика рухнула. В это никто не мог поверить, потому что Германская Демократическая Республика существовала с 1949 года. Это была, пожалуй, самая успешная республика в социалистическом лагере, с мощными вооруженными силами и с очень мощной системой государственной безопасности. Там все было под контролем МГБ и ГДР. И вдруг все это начинает рушиться. Это казалось совершенно невозможным. Но председатель КГБ и СССР Владимир Александрович Крючков на заседании Политбюро доложил Горбачеву, что государственной структуры ГДР уже практически не существует. А что случилось? А выяснилось, что, конечно же, разделение Германии было насильственным актом. И, конечно же, жители Восточной Германии в большинстве своем, хотя еще раз скажу, что в рамках социалистического лагеря ГДР считал самым преуспевающим государством, они-то думали о том и сравнивали себя с тем, что происходит в Федеративной Республике. Ну, были регионы, где не принимали западно-германское телевидение. В крупных городах молодые активисты, эвдойотовцы из Мерского комсомола разворачивали антенны, чтобы граждане ГДР не смотрели западно-германское телевидение. Но все равно смотрели западно-германское, западно-берлинское. Сравнивали свою жизнь с тем, как живут бывшие соотечественники на Западе. И, конечно, было ощущение, что им тоже хочется жить так же, как живут в Федеративной Республике. Еще разрешили пенсионерам ездить в Западную Германию. Пенсионеры ездили, возвращались и рассказывали. И, конечно, как только рухнула стена, открылась возможность отправиться на Запад, все и отправились. И развалилась социалистическая система. Можно ли было ее сохранить? Можно ли было сохранить две Германии? На самом деле, в ту пору, никто не хотел, чтобы Германия объединялась. Первый об этом практически совершенно официально сказал тогдашний премьер-министр Великобритании Маргарет Тэтчер. У нее были переговоры с Горбачевым. И в какой-то момент она сказала, я хочу поговорить на деликатную тему. И она заговорила о том, как сделать так, чтобы Германия не объединялась. Великобритания, Франция и Соединенные Штаты совершенно не хотели объединения Германии. И понятно, почему. Потому что в 20 веке Германия дважды начинала мировые войны, которые очень дорого обошлись этим странам. Особенно Франция и Великобритания. Но как остановить объединение Германии? Можно ли было это сделать в реальности? Ну, все смотрели на Горбачева. На территории Германской Демократической Республики находилась группа советских войск с численностью в 330 тысяч человек. Это самые боеспособные части. Огромное количество танков. Ну, что мог сделать Горбачев? Вывести танки на улицы городов? Разогнать только что сформированное правительство? Распустить только что избранный парламент? Ввести военное положение? Установить там комендантский час? Запретить существование всех органов самоуправления? Поручить управление Восточной Германии военным? Попытка реализовать такой план привела бы к тому, что все немцы превратились бы в злейших и злобных врагов России. Поэтому, если такая мысль кому-то и приходила в голову, то держали ее при себе. Никакой возможности помешать объединению Германии на самом деле не было. Как она, вообще говоря, поделилась? Ну, судьба Германии в 1945 году была предметом размышлений руководителей стран, победивших Третий Рейх. И на самом деле действительно не знали. Не только Франсуа Миттеран, президент Франции, говорил, что я так люблю Германию, что мне хотелось, чтобы их было две. Некоторым политикам хотелось, чтобы их вообще было много. И размышляли тогда о том, что пусть вообще вернется Германия к тому моменту до возникновения Рейха, пусть она распадется на маленькие государства. И неизвестно, чем бы эти размышления завершились, но началась холодная война, началось противостояние Запада и Востока. И в этом противостоянии Германия имела стратегическое значение. Для Запада было важно сохранить западную часть Германии в своем лагере, а для Сталина имело большое значение, чтобы Восточная Германия стала частью социалистического лагеря. Хотя в какой-то момент Сталин даже хотел, был готов пожертвовать Германской Демократической Республике. Возникла такая идея, она в форме нот была вручена Громыко, тогда еще заместителем министра иностранных дел, послам важнейших государств, о создании, о воссоединении Германии в единое государство, но нейтрально. Потому что Сталина не хотела, чтобы Западная Германия стала частью Североатлантического блока. Но остановить этот процесс уже было невозможно, и возникли две Германии, которые существовали в рамках этого жесткого противостояния с Запада и Восток. Почему западные державы тогда, в 90-м году, когда шли переговоры относительно судьбы будущей Германии, воссоединения, настояли на том, чтобы Германия осталась в рамках НАТО. У нас многие полагают, что это было сделано из-за антисоветских побуждений. Но нет. В 1990-м году Советский Союз как враг не воспринимался и думали совершенно о другом западной лидере. Они думали о том, что Германию, когда она объединится, надо во что бы то ни стало удержать в жестком корсете. И пусть она останется в рамках НАТО, пусть она будет частью этого блока, тогда можно будет каким-то образом влиять на то, что происходит в Федеративной Республике, и умерять ее амбиции, которые могут проснуться в любой момент. По этой причине они настояли тогда, чтобы Единая Германия оставалась в НАТО. Конфликт, новый конфликт между Западом и Востоком тогда еще казался немыслимым и невероятным. Можно ли было получить больше от Германии? Ну, на самом деле, Федеративная Республика, тогдашний канцлер, а Гельмут Коль выделил большие средства Советскому Союзу. Беда стоит в том, что с ними произошло. Ну, существует целая литература о том, как их растратили или пустили по ветру. Ну, больше бы получили с немцев, их бы, и эти бы деньги тоже растратили. Я хотел бы сказать о другом, самое важное другое. Когда объединялась Германия в Федеративной Республике, на Западе Германии, отнюдь не все были этому рады. Некоторые выдающиеся немецкие интеллектуалы не без тревоги думали о том, что произойдет с немцами, когда они вновь объединятся. Понятно почему. Потому что Западная Германия на протяжении всех послевоенных десятилетий старательно и мучительно пыталась преодолеть прошлое. Это был долгий процесс, занявший десятилетия. Но это был процесс расчета с прошлого в смысле осознания таких преступлений, в которых участвовала Германия и все немцы в годы Третьего Рейха. Это был сложный процесс осознания того, как к этому пришли, что происходило с людьми, почему они участвовали в преступлениях, каким образом вся страна стала преступной, почему весь народ участвовал в этих преступлениях. Это был очень болезненный путь. Но Западная Германия прошла по этому пути. Этим занимали все и правительство, и органы просвещения, потому что учебники были написаны совершенно заново. И выдающиеся немецкие интеллектуалы, писатели, в первую очередь, которые неустанно говорили о вине немецкого народа. И они добились своего. Когда сменились поколения, к концу 60-х годов, в начале 70-х, немецкая молодежь осознавала преступность Третьего Рейха, совершенно не гордилась своим прошлым, совершенно не гордилась своими отцами. Напротив, молодые люди обращались к своему родителю с вопросом, как вы смогли участвовать в этих преступлениях. И, конечно, в определенном смысле Германия стала даже образцовой либерально-демократической страной. И вот тогда, в 90-м году, когда начался процесс объединения, немецкие интеллектуалы задумались о том, «А что произойдет с Германией? А не утратит ли страна вот этот важнейший интеллектуальный климат?» И мне кажется, что они были правы в своих тревогах, потому что прошли десятилетия, и мы видим, что произошло. Но, с одной стороны, объединение прошло крайне успешно. Западная часть вложила восточную колоссальные деньги. А с другой стороны, мы видим, что, в общем, две Германии в определенном смысле так и остались разными. Но Восток, пожалуй, дурно повлиял на Запад. Во-первых, потому что в Восточной Германии не было этих десятилетий такого старательного антифашистского воспитания. Там власти сразу сказали, мы государство антифашистов, первое на земле государство рабочих и крестьян, разумеется, антифашистское. И не было потрачено огромные силы на то, чтобы правильно воспитать молодежь. И мы видим, что именно на Востоке Германии, на территории бывшей социалистической ГДР, больше всего людей голосует за партию, которую некоторые, не стесняясь, называют неонацистской. Я когда говорю про партию «Альтернатива для Германии», это очень многие зрители, многие из вас пишут мне, что мы с вами не согласны, вот вы не правы. Там, конечно, есть разные люди, на самом деле это обычная партия. Для меня в ней нет ничего обычного. Когда один из руководителей партии говорит, что мы должны научиться гордиться нашими солдатами, которые мужественно сражались и в Первую мировую, и во Вторую. Когда один из руководителей партии говорит, что это за позор, показывая на памятник Холокосту в центре Берлина, мы единственная страна, которая подвергает себя такому позору. Я не вижу в этом ничего обычного. Я вижу в этом отход от тех норм, от того, что было достигнуто в Федеративной Республике. И еще раз сказать, понятно почему. Во-первых, восточные немцы, которые не были, не прониклись этим духом антифашистским. А во-вторых, что произошло в Западной Германии? Пока существовали две Германии, Западная считала своим долгом быть образцом, показывать пример, демонстрировать свои достоинства. А тут вроде как исчезла такая необходимость. И мы видим, как меняется климат. Сам факт, что партия Альтернатива для Германии получила, когда-то третий по численности в Бундестаге уже о многом говорит. Мы видим большое количество антисемитских, злобно-националистических проявлений в современной Германии. Я недавно рассказывала о еврейских погромах в Литве. И вот одна из зрительниц, одна из вас прислала мне, она живет сейчас в Германии. Они с семьей из Советского Союза уехали в Федеративную Республику, в ту еще, в Западную Германию. И она прислала статью, которую ее дочь написала о подъеме антисемитизма в современной Германии. Мы видим, как меняется мир. Мы видим, как меняется настроение. А это очень опасный процесс. Стоит только начать отказаться от тех норм, которые были воспитаны десятилетиями Федеративной Республики. И очень быстро ты съезжаешь к мысли о том, что ну что ж, надо гордиться и тем прошлым, которое было с 1933 по 1945 год. В конце концов, это были наши дедушки, бабушки, наши прабабушки, прадедушки. Почему мы должны их стесняться? Это самый опасный путь. И тогда я вспоминаю, почему Маргарет Тэтчер приехал тогда к Михаилу Сергеевичу Горбачеву с просьбой, ну сделайте что-нибудь, чтобы Германия не объединилась. Другое дело, что Михаил Сергеевич помешать этому ни при каких обстоятельствах не мог. Ну что же, вот такие исторические события мы должны вспоминать, потому что они кое-что объясняют в дне сегодняшнего. Будем с вами заниматься этим и впредь. Ну, чтобы не пропустить, ставьте лайки под этим видео. И подписывайтесь на мой канал в YouTube.